Сороки прилетели Вот тут на столе было еще. У них там гнездо на дереве. Целый выводок. Ну это наверное родители с детьми. А сейчас попробуем снять бабочку поближе. Они после дождя греют свои крылышки, сушат не такие порхучие. А в солнечную погоду невозможно снять, не подпускают близко. А сейчас смотрите как. Вот эта бабочка адмирал. В 2018 году очень их много. Какое-то просто адмиральское лето. Летают везде в таких количествах. Просто удивительно. А адмирал вот у них видите вот на крылышках внизу 4 звездочки. Вот 4 точечки как бы на погонах. Вот адмиральские погоны. По латинице я не знаю как это животное называют эту насекомую. Вот еще одна греется. Опа, вспорхнула. Не хочет. Это я стою в зарослях малины. Тут они на малине то скорее всего яйца свои и откладывают. Вот она перепорхнула. Вот сегодня у нас 2-3 сентября. Мы опять в лесу. Ну и что заинтересовало? Заинтересовали вот эти вот маленькие грибочки. Вот такие как бы лоскутки телесного цвета. На тонкой-тонкой проволочной ноге. Как на из медной проволоки. Меньше миллиметра. Вот это чесночник. Чесночник обыкновенный. Гриб-приправа. Очень ценный гриб. Ну для тех кто понимает конечно. Кулинары ценят этот гриб за аромат. И вот при приготовлении добавляют в разные блюда. Получается очень интересно. Изысканно с таким тонкими оттенками вкусовыми. Но гриб очень маленький. Поэтому он не в пищу идет. А именно как приправа. Вот. Ну обычно грибники проходят мимо. Вон смотрите какие. На них даже внимания не обратишь. Мало ли. Какой мусор. Встречается в лесу. Вот. Но на самом деле. Это очень ценный. По-настоящему ценный гриб. Вот. На рынках Европы. Эти грибы. Очень дорого стоят. Ну мы что делаем. Мы их сушим. И используем в зависимости от. По необходимости. Вот таким. Абсолютно. Абсолютно в глаза не бросается. Вот. Что еще. Привлекло внимание. А привлекло внимание вот это. Вот это вот семейка. Вот это семейка. Смотрите. Какие они. О. Это большое вот такое кольцо. Мухомора погонковидного. Гриб. Ядовитый. Ну вот. В таких количествах. Я ни разу еще не встречал. Обычно. Там. Две. Три штучки. Найдешь. И все. А тут. Целым кольцом. Ну вот. Он. Имеет вот такую. Бледно-зеленоватый цвет. Его даже можно принять за. Бледную поганку. Ну. С научной точки зрения. Это конечно не поганка. Не бледная. Не такая страшная. Но. Тем не менее. Это ядовитый гриб. Который стоит избегать и знать. Вот. Ну. Удивительно конечно. Понимаешь. Такая. Целая семья. Хо-хо-хо. Как их. Как их. Набросано там. О. Кто-то взял. Ну. Выбросил. Слава Богу. Ладно. Пойдем дальше. Вот. Вот. Такая вот семейка. Смотрите. Как они. Издали то вроде. Думаешь. О. Что-то интересно. На самом деле. Это. Мухомор. Поганковидный. Будьте осторожны. Вот. Как он выглядит. Это не бледная поганка. Он отличается тем. Что хотя и цветом похож. Но. У него. На шляпке. Вот. Остатки. Покрывало. В виде. Крупиночек. Хлопьев. Как. У. Всех. Мухоморов. Да. Цвет то зеленоватый. Да. Цвет то вот такой. Страшненький. Бледно поганочный цвет. По форме это. Вот. Типичный мухомор. Так. Ага. Что значит типичный? Это значит очень правильная и круглая шляпка. В молодости она загнута внутрь. И облегает. Вот. Облегает ножку. Вот. Молодой грибочек. Вот. Вот. Ага. Эти он какой. Ну вот этот еще сорви что. Угу. Чтобы понять что к чему. Ух ты его не вытащил. Там в клубине. Угу. Волю оторвал. Оторвал в клубе. Угу. Ну ладно. Оторвал. Ну не страшно. Вот. В молодости шляпка загнута внутрь, но постепенно она распрямляется, и даже края ее загибаются вверх. Как бы из яйца вырастает. Да, вырастает она вот из такого клубня. Вот, вот он. Это очень сильное расширение к низу, как яйцо. О, какая красавица. Ну-ка, сорви, посмотрим снизу и положи. Да, он не этот. Это что? Полтинник. О, ясно, хорошо. Вот. Мухоморы радуют. Мухоморы радуют своим ростом. Это мы здесь сейчас маленький фильм сделали про него. Про него рассказик. Отдельно будет от дневника. Так, что у нас еще тут? Что-то тут виднеется. Ага. О, какой красавец. Посмотрим, кто это. Опа. Это у нас маховик зеленый. Молоденький. Ну, червивенький уже. В такую пору они как-то очень мало годных. Быстро червивают. Хотя вот молодой, вот видно, что только что вышел. А все. Ладно. Продолжим наш поиск. Ну, вот очередная семейка чесночников. Как-то здесь удобно их собирать в лесу. Травы нету практически. И хорошо видно. О, какие. Вот, когда много разных грибов, уже хочется неких каких-то изысков. Вот. Вот один из таких кулинарных изысков. Это вот гриб-приправа. Вот я сейчас сожду из корзины. Такой запах раздается. Ох. Ну, ладно-ка. Пойдем дальше. Вот тоже кто-то лезет. Я этот гриб не знаю. Ну, интересная семейка. Ну, это какая-то, судя по форме, это какие-то волоконницы. Значит, и для них пришло время. Вот. А волоконницы, они... Гриб такой. Ну, род грибов такой. Его нужно опасаться. Потому что среди них есть смертельно ядовитые грибы. Поэтому мы их обходим стороной. Ну, вот. Растут. Ой, хорошо. Потом в справочнике посмотрю, как он называется. Вот это те же волоконницы, только уже в более зрелом возрасте. О, какие интересные у них пимпочки. Нога такая. Хотя, может быть, и... Ну, что-то и паутинник. Ну, шляпка, конечно, интересная. Маленькие коричневые грибочки. О, высыпалось сколько. Так. Вот. Это у нас плетей, оленей. О, видите, чуть-чуть пластинки с розоватостью некой. С розовинкой. Серая ножка. Как бы с такими полосочками. Растет на валежнике. Ну, считается, как бы... Как бы вот так... Условно съедобный гриб. Невысоких вкусовых качеств. Нужно их тоже брать. Единственное, любые грибы надо просто обязательно знать. Ну, вот. Плютей, оленей. Хорошо. Оставим. Не будем. Классим резинку. Одинокие лисички. Что-то лисичек в этом году как-то маловато. Те, которые находили, те еще в подсохшем виде. Крупных мало. Вот сейчас вот новые. Чем и заинтересовался. То есть, видно, что только-только начали расти. Ну, будем надеяться, что лисички будут. Так. А это у нас подберезовичек. О, какой. Поднялся. Хорошенький. Вот у него такие вот пятнышки бывают. Но это идеального размера. Идеального свойства. Ну, и замечательно пойдет в корзину. Вот. Беляночки. Они бывают точенькие, маленькие, но здесь довольно жирные. И вот это их самый такой большой размер. Обычно они небольшие грибочки. Очень похожи на все млечники. Лактариусы. Потому что у них есть и млечный сок, и они горькие. Ну, в общем, все признаки. Шляпка обычно в середине более темная. Ну, чуть-чуть может быть эта темнота выражена. А может и сильно. Она немножко шероховатая и по краю покрыта такими небольшими волосками. Вот, смотрите, тут хорошо видно вот эти латиночки. Да? Шерстиночки. Так. Углубились немножко в лес из поля. И что у нас здесь? А здесь у нас очередная семейка зонтиков. Ох, какие! рост зонтиков продолжается. Ох, молодой, крупный. Замечательно. Ох, хо-хо-хо. О, какое! Кольцо такое подвижное. Подвижное кольцо. Вот, смотрите, вот эти чешуйки на шляпке образованы от растрескавшейся кожицы. А у мухомора это остатки покрывала, которые приклеят к такой липкой шляпке. Вот. А здесь кожица растрескалась. Плюс вот это подвижное колечко. Вот. толсто такой. Ножка такая и утолщение. Вот такой грибочек. Супер вкусный. Причем можно есть сырым. Но это я уже показывали, говорили неоднократно. Ну вот растут, радуют очень хорошо. пойдут в сушку. А может сегодня приготовим чего-нибудь эдакое. Все. Пойдем дальше. Вот. Продолжаем нашу разведку, путешествие по лесу. Вот. Спустились в ямку. А здесь нас ждет небольшая дружа летнего пеночка. Какие хорошие, смачные. Ух. вот мы его сушим на зиму. И тоже так вот из сушеных тоже очень интересно и жаркое получается. Ну и сейчас вот конечно можно есть. Очень ароматный гриб. Такой аромат. Замечательный. Но надо быть осторожным. Потому что иногда путают с галериной окаймленной. Очень ядовитым грибом. Поэтому нужно быть внимательным что вы собираете. Так. Ну ладно. Пойдем дальше. Ну вот уже смеркается. Наверное пора собираться домой. и встретилась еще одна маленькая грибничка с этими чесночниками. Это вот в зарослях молодых сосен с березками вот в траве. Вот так вот они стоят. свежачок. Просто супер. Ладно. Будем собирать и наверное домой поворачивать. А вот интересная встреча мухоморы. Мухомор желтый и тот же мухомор красный. Причем он молодые тоже желтенькие большие желтенькие и все вот на одной грибнице. То есть родственники или может быть это просто форма красного мухомора такая желтого цвета. Цвет конечно сразу заметен. ярко лимонного цвета таки. Ух! Да. Который насыщенный такой цвет. А здесь листик прилип. красный пятнышко. Такие вот встречи. Пойдем дальше. Вот зашел в ельник. В глухой. Оба. Вот тут очередной зонтик. Тут так на иголках. Да. Ой. Ломается. Вот хорошо. Вот такой вот огромный. Ладно спасибо лесу дал такую. Сейчас будем посмотреть. Может быть еще где что есть. А вот тоже гнездышко маховичков. Маховичков. Как-то они обычно поодиночке, а тут четыре сразу в одном месте. Маховик зеленый. И непонятно. Какого качества? Ну нормальный. в таком виде он еще нормальный. Так. В таком возрасте. Вот пожалуйста. А этот чуть-чуть больше. И уже червивенький. Вот так вот. Весь форшированный. Вот из четырех штук только два. В корзинку остальную. Оставили в лесу. Ладно. Пойдем дальше. Это пока я бродил. Да. Вот я собирала. пришлось рубашку снимать. Да. Ну я в рубашку собирала. Потом как-то исхитрилась. Добыла пакет. Он у меня там внизу. О. полная корзина белянок. Вот это да. И вот еще тоже белянки. А я что-то как-то а у тебя чесночники. я смотрю да. Вообще круто. Круто. Чесночники они очень мелкие. Чтобы набрать надо много постараться. Да. значит что белянки будем тогда солить. Ну вот отдельно белянки посолю и хоть попробовать. Ага. А то всегда в смеси. Никогда отдельно. Ну ясненько. Хорошо. Ну что сейчас уже домой. Натюш домой. Вот такой у нас сегодня день удивительный. Напоролись на захотели просто фильм снять про белянки. Ну вот они как пошли да пошли да как начали попадаться. Видишь мы фильм сняли и видать им очень понравилось. Им понравилось. И они стали говорить ну тогда забирайте нас домой. Ну все будем тогда ехать домой посолим отдельно белянки. солить будем. Ну все все сегодня у нас сегодня у нас третье сентября 2018 года. День закончился. Ну вот грибы дома и мы сейчас их будем чистить и солить. с и Субтитры создавал DimaTorzok